Герой социалистического труда, почетный гражданин Раменского района Виктор Михайлович Логинов, 45 лет проработал на производственном объединении «Кжель». Под его успешным руководством укреплялась материально-техническая база завода. Обновлялся ассортимент выпускаемой продукции и улучшались условия труда. 15 февраля Виктору Михайловичу исполнилось бы 80 лет. В этот день в вестибиле объединения «Кжель» собрались его друзья, коллеги и, конечно же, близкие. Дома он был отчасти и большим начальником, и любящим отцом. Умел и баловать, и в то же время был строгим. Был удивительным человеком. Он всегда находил нужные слова, фразы, которые я всю жизнь буду помнить и пользуюсь всегда его наставлениями. Он был человеком, который помогал людям. Он прославил промысел «Кжель». Эта доска уже в нашем поселении вторая. Первую доску памятную, его в память мы открывали на здании университета в 2010 году. Виктор Михайлович открыл, будем так говорить, окно в Европу. Сегодня бренд «Кжели» известен. Нас уважают, потому что в нашей «Кжели» замечательное производство «Кжельского фарфора». И мы все будем делать возможное, чтобы создавать условия, чтобы наше поселение было красивое, уютное, комфортное. Конечно, это наша задача. И очень приятно, что идея, мечты Виктора Михайловича сегодня притворяются в жизни во многом. И самое главное, что сегодня развивается «Кжельский промысел». По инициативе Виктора Михайловича в «Кжельском регионе» создана единая система непрерывного образования. Особое внимание он уделял раннему профессиональному становлению и воспитанию молодежи. В 2018 году в сельском поселении Новохаритоновское состоится юбилейный 30-й легкоатлетический пробег, в котором ежегодно принимает участие огромное количество школьников и студентов. Этот праздник спорта также заслуга Виктора Михайловича Логинова. Благодаря ему из секции легкоатлетики выросло очень много хороших спортсменов, мастеров спорта, членов сборной команды России, участников чемпионатов мира. В прошлом году наши спортсмены завоевали 12 медалей на первенстве на чемпионате России. То есть уровень подготовки спортсменов очень высокий в нашем сельском поселении. Сначала он у нас работал на заводе электроизолятора, я его знала как главная энергетика. Очень приветливый, очень энергичный был. Вот из него энергия так и выходила, особенно для нас, для молодых. Это же были 60-е годы, 70-е, а потом вот он сюда пришел. Я ему благодарна за все, за то, что он посеял в каждого кжельца, частичку кжели. Будучи генеральным директором объединения кжель, Виктор Логинов совмещал свою деятельность с руководством кжельского колледжа, где за непродолжительное время выросло число отделений с трех до восьми. Но главное его достижение в этом направлении – это открытие в 2003 году кжельского художественно-промышленного института. Что касается развития университета, как международного центра по подготовке художников-керамистов, то мы это делаем. Десять лет назад в институте тогда было 900 студентов, сейчас уже более 4 тысяч студентов. Лауреат премии правительства в области образования, доктор педагогических наук, представитель Совета Союза дизайнеров и Совета Московского фонда мира, автор ряда книг. К подножию мемориальной доски легли цветы в честь Виктора Михайловича Логинова. Екатерина Алфимова, Андрей Пластунов, Андрей Минкин для программы «Городские вести». Продолжение следует...